Привет! Сегодня я нахожусь в прекрасном месте в Украине, и это у нас город Яремча. То есть здесь прекрасные виды, горы, речка, пруд, ну и красивое место, куда мы приехали как раз вот на несколько дней. То есть если видите, огромное количество домиков, всё прикольно, на природе. Вот мы как раз там с мамой уже готовим стол, наш Рокки любимый. Ну и сегодня у мамы день рождения, исполняется 16 лет, поэтому решили выехать, как говорится, на природку. Ну и чуть позже покажу вам, как это всё здесь выглядит. Может быть у нас получится выехать на Буковель. Посмотрите на самый известный горнолыжный курорт Украины. Друзья, поздравим вместе со мной, маму с днём рождения, пожелаем счастья, здоровья, а главное долгих лет. Ну и конечно же, за здоровье! Опа! А вот у нас такая скромная поляна, но мы потом поедем, уже нормально в ресторанчике где-то поедим местных делегатесов. Ну и конечно, я вам покажу, расскажу, что же это мы едим такое. Да? Да. Будемо. Обязательно, будемо. Я не показал ещё одного члена семьи, это вот волосатый друг Рокки, только что тоже покушал. И конечно, без него нельзя было это всё поснимать, поэтому вот вы сейчас видите ещё одного бородатого. Ну и всё, друзья, мы начинаем завтракать, праздновать, ну и чуть позже, конечно, поснимаем что-то интересное. Прочими занятиями, требующими хорошего зрения, просто наденьте очки, руку и... Посидели, отдохнули, сейчас едем на Буковель, сейчас будут красивые виды, буду всё показывать, ну и вперёд! Едем, тут красивые, конечно же, везде виды, холмы, горы, красивые усадьбы, ну то есть красивые места. Природа в Украине действительно впечатляет, это факт. Едем, пока едем, везде предлагают, как всегда, рафтинг, потом на джипах по лесам, но самое такое экзотическое, наверное, это чаны. То есть это горячие чаны под воздухом открытым, ты сидишь и наслаждаешься такой вот расслабляющей процедурой. Очень прикольно, но мы, наверное, не попадём, но я думаю, на Буковеле поднимемся на одну из высших точек, проедемся на фуникулёре и, соответственно, там посидим. Кое-что интересное вам покажу. Хотя последний раз я там был лет 10, а то я 15, то есть давным-давно, поэтому для меня сейчас как в первый раз еду, всё необычное, всё интересное. Надеюсь, и нравится всё, что я показываю и вам. Это из рубрики «Мы с Тамарой ходим парой», только это не Тамара, а Рокки. Вот мы уже наконец-то добрались, позади меня, вы видите, уже отели, парковка, никого нет. Ну, потому что сезон всё-таки закончился, основной сезон – это летние праздники, ну и, конечно же, зима, Новый год. Вот это всё в машинах. Ну и сейчас уже выйдем с парковки и буду снимать то, что буду видеть вокруг. Думаю, будет красиво. Пошли и позади меня сейчас строится прикольный отель, по крайней мере, необычный фасад. Это претензия на Хундерт Вассера. И, наверное, когда откроют, будут интересно. Ну, а сейчас пройдём, тут куча отелей, отельные отели, горнолыжные спуски, канатки. Ну, то есть сейчас всё будем с вами потихонечку смотреть. Поехали! И никого. Ну, потому что не сезон. И вот это всё зимой, просто новогодние праздники, всё заполнено огромной толпой людей. Здесь как современные отели, так и более, которые мне нравятся, вот такого старинного типа. Ну, и напротив, если посмотреть, это как раз вот целая вилловая часть. И здесь есть несколько парковок. То есть парковка номер один в самом начале, а вот парковка номер два находится непосредственно вот прямо перед нами. Ну, и туда правее, если вы видите, идут горнолыжные, как раз, подъёмники. И они ведут на самый верх, куда мы и поднимемся. Мы когда с вами ехали в Буковель, я вам рассказывал, что здесь популярное развлечение чана. Вот как раз позади меня находится комплекс, где можно погреться в этих хороших, наверное, экологически чистых чанах. И, соответственно, расслабиться. Подъёмники, поедем на самую верхнюю, где написано Буковель, сердце Карпата. Это действительно самый известный курорт горнолыжных на Украине. Сейчас прокатимся, посмотрим. Стоимость на подъёмник стоит 120 грин или 5 евро с человека. И сейчас проедемся, посмотрим. Всегда это самое классное, что здесь есть, по крайней мере, для меня. Скажет. Сильно, не бойся. Ну что, как оно? Смотри, нормально? Супер. Всё. Поднимаемся. Даже не знаю, сколько метров. Ну, в общем, это так, спонтанно. Поедем, посмотрим. Там ресторанчик, там что-нибудь выпьем вкусное. А что будут красивые виды на сам Буковель. Даже не нужен квадрокоптер. Чем выше, тем красивее виды. Видите, вот это всё как раз Буковель. И, с вами, видите, тоже пассажир сидит. Пассажир? Пассажир. Пассажир. Не боится. Прокоряет тоже вершины. Ну, и сейчас с другой стороны. Секундочку. Вот тоже обратите внимание, здесь строится. В общем, всё застраивается. И очень дорогая земля. В один миг, те, кто здесь, так скажем, сельские жители имели территории, они сразу стали миллионерами. То есть, они даже не понимали, какое на них свалилось счастье. Ну, и поднимаемся, и выше, и выше, и красивее всё. Воспоминания. Так что там было? Ой, мы когда-то тут со сноби ехали, тоже там, вот, на фуникулёре, и он вырывался. И мне всё казалось, что сейчас он просто возьмёт и спрыгнет. И вот Рокки делает сейчас то же самое, и у него даже нет поводка, за что бы у меня его... Рокки, Рокки, что такое? Я пойду. Мы едем кататься, кататься. Ой, люди, видите у нас, какой экстремал пёс? Катается, везде залазит. Ну, по возможности, опять же, если это возможно. Всё, буду отключаться, мы поднимаемся наверх. И вот мы уже на самом верху, уже выпили кофе, сейчас как раз наблюдаем на буковель сверху вниз, и хотим проехать или пройти вон к тому озерцу, посмотреть, что там. У нас в Украине на альпийских лугах пасутся йорки. Вот если посмотрите, это коровка местная. Только непонятно, что с него выдаешь, но ест траву обильно. Сейчас же шучу, это мой любимый пёс Рокки Патькович и Рокки Аркадьевич. Ну и сейчас он туда вниз, он, наверное, набирается сил для того, чтобы сделать этот марш-бросок. Хотя я не подозреваю, что мы будем спускаться, опять же, на фуникулёре. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился комплекс и место Буковель. Это, напомню, самый лучший горнолыжный курорт в Украине. Ну и здесь будем заканчивать. Благодарю за то, что были со мной. Пишите комментарии, были ли вы здесь, знаете, что-то об этом курорте. Ну и ставьте лайки. Дальше будет интереснее. Спасибо, что были со мной. Пока! Пока!